Московский музей современного искусства открывает выставку Стаса Намина «Противостояние». Она отражает разнообразные таланты известного музыканта, художника и фотографа. На вернисаже побывала Ольга Янина. «Противостояние» — своего рода творческий отчёт Стаса Намина как художника, приуроченный к его 70-летию. Смысловым ядром стала работа с одноимённым названием, но «Противостояние» читается в каждом из шести залов. Без фотошопа вид из окна Стаса Намина на вечернюю Москву, напротив — фотография статус свободы в Нью-Йорке, сделанная из вертолёта ранним утром. Нью-Йорк был первым западным городом, который посетил Намен, и тогда, во времена перестройки, стал для него антиподом Москвы. В женском зале в фотографиях из серии «Красота без гламура» можно увидеть отражение лайтбокса «Инквизиция». «Инквизиция» — это тоже странный парадокс, где, во-первых, почему-то сжигали женщин, мужчин мало сжигали. То есть самое, что красивое в природе есть женщины, вот их-то и сжигали. И интересно, что парадокс заключается в том, что вот эта красота, которую сжигали, сжигал её огонь, который сам по себе тоже красив. Специально для выставки художник создал мультимедийную инсталляцию невыносимой. Анимирована одна из наиболее масштабных работ Стаса Намина — «Новый Вавилон», озвучена отрывком из его симфонии «Центурия Эскуарк». Он меня всегда поражает тем, что за что он не брался бы, всё это на высшем уровне. Он такой художник и колорист, и не банальный колорист. То есть там всё смешано по цветам, смутано. Просто это меня поразило и срезало. И я, в общем, с него беру пример. Он в живописи сделал несколько прорывов настоящих. Это такой вкус безупречный у человека. Чувство композиции, чувство меры. Художник, фотограф, режиссёр, музыкант, композитор. На вопрос, как ему удаётся преуспевать в каждой из этих областей, Стас Намина отвечает. Он делает всё быстро, но никуда не торопится. Ольга Енина, Сергей Харламов. Новости культуры.